Здравствуйте! В прямом эфире программа события новости большого города на Средней Волге. Вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пейнер. Главная тема выпуска. Распряник не помогает, возьмутся за кнот. Самарским управляющим компаниям уже с этой недели придется привыкать работать по-новому. Лучший контролер «Совесть пассажира» Самарский общественный транспорт переходит на бескондукторную систему. Апокалипсис на Средней Волге. Самарские режиссеры сняли короткометражный триллер. От ответственности не уйти. На этой неделе в регионе начнет действовать закон, подписанный губернатором Дмитрием Мазаровым о административных штрафах для управляющих организаций. Он ужесточает наказание для недобросовестных компаний. Кроме того, уже 12 апреля в Самаре опубликуют проект новых правил благоустройства города. Найти документ можно будет на сайте городской администрации. Перед тем, как принять новые правила, их планируют обсудить с самарцами на публичных слушаниях. Порядок проведения которых утвердили сегодня на заседании городской думы. Лариса Шалафаст продолжит тему. За проведение в городе публичных слушаний по новым правилам благоустройства депутаты голосуют единогласно. Документ, на который ориентировались коммунальные службы до недавнего времени, был принят еще 11 лет назад. С тех пор изменились требования федерального законодательства. И сейчас профильный департамент совместно с депутатами и районными администрациями подготовил новый документ. В нем прежде всего четко прописаны границы ответственности управляющих компаний, владельцев зданий и объектов потребительского рынка. За ненадлежащее содержание территорий административные комиссии и ГЖИ смогут штрафовать нарушителей без проволочек в судах. Новые введения касаются также размещения рекламных счетов, содержания фасадов и зеленых насаждений. Изменений очень много, но они где-то носят, скажем так, глобальный характер, это новый, а где-то идет корректировка уже по существующим в части дополнений, изменений и уточнений. По зеленым насаждениям не было конкретики, не было понятия по рубочный билет, не было понятия по аварийным деревьям. То есть четкого, скажем так, понимания в данных правилах не было, внесли. Еще один важный вопрос повестки – дополнительные средства в городскую казну. Самара получит почти 6,5 миллиардов рублей из вышестоящих бюджетов. Средства пойдут на ежемесячные выплаты молодым педагогам и классным руководителям, на строительство общеобразовательной школы в поселке Мехзавод и дорог в Волгаре. Также деньги запланированы на покупку квартир для детей-сирот, на социальные выплаты молодым семьям и выплаты ветеранам, вдовам, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны. Лариса Шлафаст, Константин Головин, События. Валидатор вместо кондуктора на дорогах Самары в ближайшее время появится экспериментальный троллейбус. Сейчас сотрудники ТТУ ведут работы по отладке механизма, который будет взимать плату за проезд. Елена Малюцина наблюдала за установкой, монтажом и пусконаладочной работой прибора. Самарскую турникетную систему устанавливают по образу и подобию московской. Там выручка выросла от 30 до 40 процентов, поэтому сотрудники ТТУ уверены, такие методы увеличат прибыль и в Самаре. На время адаптации к новой системе оплаты кондукторов оставят для консультации пассажиров. Мы сейчас пробуем, какие-то там шероховатости есть, но с учетом того, что троллейбусы в тестовом режиме выйдут на рейсы 6 апреля, мы все эти шероховатости уберем и сбоев на линии не будет. И даже если какие-то сбои будут, у нас в салоне всегда сейчас на первых порах будет находиться кондуктор, который будет оказывать помощь. 15 троллейбусов маршрута номер 6 оборудовали турникетами и валидаторами. Цена вопроса более 30 тысяч рублей за единицу. Теперь пассажиры будут входить в троллейбус только через переднюю дверь, но мамы с колясками и инвалиды в среднюю. Для оплаты за проезд можно использовать банковскую, транспортную карту, которая действует на территории губернии, а главное социальную, которую используют пенсионеры. А вот наличный расчет будет производить водитель. Я как обыватель и житель нашего города могу сказать, что карта однозначно будет удобнее, так как все-таки процентов 80 нашего населения, да и по долгу своей службы, я сталкиваюсь с тем, что люди расплачиваются в основном картами. Вот, они ищут эту несчастную мелочь. С другой стороны, здесь палка двух концов, то, что будет потеря рабочих мест. Кондукторы, которые сейчас трудятся на шестом маршруте, без работы не останутся. Их перенаправят на другие рейсы, а впоследствии, если решат полностью перейти на автоматическую систему, переквалифицируют в контролеры с правом штрафовать безбилетных пассажиров. Автоматическая система оплаты поможет компенсировать и острую нехватку кадров. Надо посмотреть, как все будет работать, как все будет действовать, насколько удобно, повторяю, это будет для пассажиров, насколько удобно это будет для водителей, которые будут помогать пассажирам заходить. Поэтому все, выводы сделаем по результатам эксперимента. Экспериментальный рейс выйдет на маршрут 6 апреля. В пилотном режиме система проработает месяц. Елена Малютина, Николай Сидоров. События. Самарские инженеры готовятся к международному чемпионату по робототехнике. За короткое время робот должен пройти полосу препятствий, мини-полигон и не получить штрафных. Лучшие разработчики поедут на финал Санкт-Петербург, где смогут найти спонсора для реализации своего проекта. Как будет выглядеть прохождение испытаний на региональном этапе, организаторы показали Марии Левиной. В одной из аудиторий Самарского университета расположился настоящий полигон для роботов, состоящий из 60 кубов испытаний. Среди них болото, щебенка и шипы. Робот должен выбрать траекторию в зависимости от своих характеристик и пройти испытания за 10 минут. Пока на полигоне только готовятся к важным состязаниям, которые будут в мае, а на самих стартах участникам придется поволноваться. Опытные мастера собирают нового железного друга всего за неделю, другим же нужно время. Олег Чагин с техникой будущего уже на «ты». Сейчас тренирует новичков и готовит их к соревнованиям. Мы проводили более маленькие именно для студентов соревнования, как раз-таки всегда в конце мая. А в этот раз решили выйти уже на региональный уровень и сделать большие соревнования не только для студентов, но и школьников. В соревнованиях может принять участие любой желающий от 11 до 30. Главное иметь своего робота, говорят организаторы. В их числе Дмитрий Мезенцев. Начинал заниматься робототехникой 6 лет назад, когда она еще не была так востребована, как сегодня. Уже два года молодой человек – федеральный судья на соревнованиях. Недавно вернулся с командой самарских ребят из Москвы, где на всероссийских состязаниях взяли серебро и бронзу. Признается иногда, при оценке участников может пойти на уступки. Сложно подсчитывать баллы. Во время того, как робот с скоростью движется, нужно вовремя замечать нужные моменты. На что закрыть глаза? Ну, иногда участник случайно не знает немного правила и может схватить робота. И тут уже нужно идти навстречу, если он маленький ребенок. Но есть и такие моменты, за что участники точно получат штрафные. Вот за такие поломки участников штрафуют. На трассе, которую робот должен пройти через лед, фар, лабиринты, раскачивающиеся мостики и другие испытания, с ним может случиться все, что угодно. В состязаниях будут принимать участие самые разные виды роботов. Беспилотники, машины, железные люди. Их создатели будут управлять техникой с помощью пультов. В скором будущем такие технологии заменят человеческий труд, говорят эксперты. Каждым годом робототехника становится все актуальнее. В ближайшее время будут активно развиваться, где можно достигнуть наивысших результатов. Это такие сферы, как IT-технология. Это такие сферы, как биомедицина. Это такие направления, как робототехника. Те участники, подопечные которых пройдут все испытания и не получат штрафных, отправятся на финал конкурса в Санкт-Петербург, где соберутся инженеры со всего мира. Участники смогут обменяться опытом, получить международное чемпионство и, самое главное, применить свой проект в реальной жизни. На соревнованиях такого уровня участники старшей возрастной группы могут найти спонсора на реализацию своего проекта. Мария Левина, Николай Сидоров. События. В 2019 году столетие Дмитрия Козлова, советского ракетно-космического техника, генерального конструктора ЦСКБ «Прогресс». Дмитрий Ильич был одним из тех, кто стоял у истоков ракетостроения. Он приложил руку к созданию легендарной ракеты «Союз». Музей Самара Космическая к памятной дате готовит экспозицию, посвященную жизни и достижениям Козлова. Мария Левина узнала, как проходит подготовка и когда самарцы смогут посетить кабинет завода, в котором сидел герой. Дмитрий Ильич Козлов был первым гендиректором ЦСКБ «Прогресс». Совместно с командой профессионалов он обеспечивал первый в мире полет человека в космос, работая над созданием первых двух ступеней ракеты. Сотрудники завода вспоминают, каким Дмитрий Козлов был человеком. Он очень хороший организатор был. Он всегда умел поставить дело так, чтобы та задача, которая стояла в данный момент, была выполнена и в срок. Работа с ним была приятна, но ответственна. Ветераны ЦСКБ «Прогресс» Михаил Шум и Александр Чечин проработали с Козловым почти полвека. Сегодня принимают участие в создании персональной экспозиции, посвященной жизни и достижениям советского инженера. Они следят за тем, чтобы факты не искажались, чтобы современники смогли узнать о конструкторе как можно больше. Мы собираем информацию у его коллег по работе, очевидцев кабинета и планируем здесь создать эту рабочую атмосферу. Она будет исторически точной и достоверной. Наши художники работают над каждой деталью. В музее можно будет увидеть чертежи Козлова. Экспозиция пополняется. Все вещи оригинальны. Любой горожанин, который имел какое-либо отношение к Дмитрию Козлову, может сделать свой вклад в создание выставки, принести экспонат. Открыть экспозицию планируют к годовщине рождения легендарного конструктора. 1 октября этого года. Мария Левина, Константин Головин, Василий Кладашов. События. Далее, коротко о других событиях дня. В Самарской области началось половодье. В регионе начался опаводок. В селе Тимофеевка подтопило несколько домов. Туда уже направили вакуумные машины и пожарно-спасательные подразделения. Уровень воды на участках составляет 10-15 сантиметров. Потопленных домов нет. Всего в домовладениях проживают 55 человек, в том числе 21 ребенок. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Самарской области. В Самаре судью насмерть сбила машина. ДТП произошло в воскресенье утром в районе улицы Третья Просека. Автомобиль сбил судью арбитражного суда Самарской области. В областном полицейском главке подтвердили факт смертельного наезда на пешехода, который произошел в воскресенье. Обстоятельства инцидента выясняются. Для участия в Самарском параде в честь 74-й годовщины победы в регион прибыли Искандеры. А всего в День Победы по площади Куйбышева пройдут более 40 единиц военной техники. Как поясняет пресс-служба ЦВО, марш комплексов с постоянного места дислокации в Оренбургской области проходил комбинированным способом. Машины преодолели более 200 километров. В Самаре расширят проспект Кирова. Капитально отремонтируют в этом году участок протяженностью более 1 километра. Речь идет об отрезке от улицы Ветлянской до мостового перехода Кировский. Дорогу планируется расширить до четырех полос. Кроме того, там планируется строительство тротуаров, устройство освещения, регулируемых пешеходных переходов, осевого барьерного ограждения. Расширение автомобильной дороги позволит ликвидировать узкое горлышко и повысить пропускную способность Кировского моста, отмечают в обл. правительстве. Ремонт проведут в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». МЧС вновь рассылает оповещение о возможном усилении ветра до 15-20 метров в секунду. Такая ситуация ожидается после 7 вечера и продлится сутки. А к концу недели в Самарской области синоптики обещают потепление. Уменьшится и количество осадков. Забыть про очереди и получить квалифицированную медицинскую помощь. В Самарских детских поликлиниках реализуется проект «Бережливая поликлиника». До середины осени медучреждения должны заработать по-новому. Акцент будет сделан на повышение качества оказания услуг. Такую задачу поставил губернатор Дмитрий Азаров перед областным Минздравом. В Самаре уже разработают по новой методике. Старый и новый подход к работе оценил Сергей Кизоркин. Главный врач 15-й поликлиники к переменам в работе готова. В первую очередь планирует ввести полный электронный документ оборот и электронную очередь. Это должно уменьшить время приема пациентов в поликлинике. Ведь на учете стоит 15 тысяч детей. Заработает отдельный кабинет для выдачи справок. А интерьер станет комфортным, появится зона отдыха. Серые стены перекрасит в яркие цвета. Нововведения станут реальными благодаря программе «Бережливая поликлиника». Эта программа очень поддерживает нас финансово, организационно и методически. Это не просто, вот я сдал приказ и все начали ходить не с левой ноги, а с правой ноги. Это очень большое философское понимание и по большому счету переход на него идет во всех лечебных учреждениях уже сегодня. Положительный опыт внедрения новых технологий в работе с детьми в Самаре есть. Главный врач первой городской поликлиники проводит экскурсию для журналистов. Василий Милованов рассказывает, по проекту «Бережливая поликлиника» они работают почти год. За это время качество медпомощи выросло в разы. В регистратуре посетители проводят не более пяти минут. Чтобы пройти обследование, нужно ждать максимум две недели, а не восемь месяцев, как раньше. А все благодаря тому, что поликлиника укомплектована оборудованием полностью, а медперсоналам почти на 90%. С сотрудниками работают психологи. На входе в медучреждение установлены маятниковые двери. Рядом оборудована парковка для колясок. Мы учитываем мнения и пожелания нашего прикрепленного населения. Мы активно вовлекаем в процесс медицинский персонал. Мы развиваем мотивацию персонала участвовать в жизни лечебного учреждения, потому что любому врачу ему изнутри своего места намного лучше видно, как вообще правильнее организовать этот процесс. Люди от этого стало лучше, работают. Они меньше тратят времени. Остаются только те люди, кто заинтересован помочь пациенту, кто готов уникнуть в его проблемы, дать ему какие-то пути решения. Посетители уже оценили перемены в работе поликлиники. Раньше, конечно, было хуже. Сейчас получше и приемы стали более побыстрее. Для всего медперсонала от регистратора до врача разработана стандартная технологическая карта приема посетителей. В ней до минуты расписано, сколько времени специалист должен потратить на прием пациента и в какие сроки назначить ему инструментальное обследование. Об этом говорил в своем послании областным депутатам губернатор Дмитрий Азаров. Я предупреждаю и министерство, и руководство больниц. Если новое высокотехнологичное оборудование будет простаивать или предоставляться только в пакете платных услуг, выводы о том, в том числе и организационные, и кадровые, не заставят себя ждать. Не все заинтересованы в полной прозрачности деятельности здравоохранения. Я хочу, чтобы главные врачи больниц знали все предложения министра по изменению кадрового состава руководящего, будут мной приняты. Пока по программе «Бережливая поликлиника» работает 13 медучреждений области. До конца года их должно быть не менее 20, а через год уже 52. В сельской местности планируется строить и реконструировать фельдшерские пункты. В деревне, где жители от сотни до тысячи, будут приезжать мобильные медкомплексы. Они уже опробируются. Будет еще 13. Проблема доступности медпомощи в Самарской области должна быть решена в течение двух лет. Сергей Кизоркин, Максим Гусев, События. Давайте будем нести искусство в люди. С помощью нацпроекта «Культура» в Самаре планируют увеличить число посещений музеев и театров. Для этого привлекут IT-сообщества, которые помогут с внедрением современных технологий. В одном из музеев, который таким образом зарекомендовал свою эффективность, побывала Мария Елчан. Самарцы должны в пять раз чаще бывать в учреждениях культуры, музеях и театрах, считают общественники. Руководителям музеев рекомендуют взять на вооружение опыт работы музея Эльдара Рязанова. В учреждениях культуры используются новейшие цифровые технологии. Помещение оборудовано по самым современным стандартам. Залы оснащены интерактивными экранами, на которых можно увидеть даже школьные фотографии 40-х годов. У нас специально разработано тематическое занятие по экспозиции, в котором, конечно, задействована вся IT-техника, которая встроена в экспозицию. Это и тачскрин-экран, в котором школьники и посетители нашего музея могут ознакомиться с уникальной кинохроникой, которую мы специально для музея приобретали. Те медиаресурсы, которые здесь установлены, которыми с большим интересом, когда мы видим посещение и экскурсионное обслуживание данного музея, мы видим, как пользуются этими интерактивными ресурсами, медиаресурсами. Это говорит о том, что в принципе в одной локальной зоне, на примере одной локальной личности, если мы говорим понятно о глобальной личности Эльдара Рязанова, мы можем реализовать проект 21 века и самый главный проект, который мы можем транслировать на территории муниципальных образований. Одна из главных задач нас проекта «Культура» – продвижение музеев в массы, а для этого требуется современная графика и компьютерные технологии. IT-сообщество регионов к сотрудничеству готово. Главный тезис, озвученный в послании губернатора Дмитрия Азарова – улучшение качества жизни каждого жителя Самарской области. Есть ряд инициативных проектов, которые уже реализованы на территории Самары. К примеру, виртуальный паломник, посвященный культурно-религиозным объектам Самарской области. Пользователи могут совершить виртуальные экскурсии по святым местам, познакомиться с внешним и внутренним убранством храмов, монастырей и просто живописных мест региона. С точки зрения цифровой экономики, безусловно, мы говорим о способах снижения издержек. И в этой связи, наверное, и учреждения культуры должны почувствовать на себе, насколько будет проще развивать свою деятельность, имея в бэкграунде специализированные программно-аппаратные решения. В целом мы запускаем программу реинновации экспозиции областных и муниципальных музеев. Средства на это будут закладываться ежегодно. Будем последовательно модернизировать муниципальные библиотеки. В ближайшие годы в регионе планируют реализовать 60 творческих проектов и 20 культурно-просветительских программ. Кроме того, власти собираются модернизировать старые и открывать новые культурные центры. Всего около тысячи объектов. Мэри Илчан, Василий Кладашов, События. Многие наслышаны о том, что краткость «Сестра Таланта» в очередной раз это подтвердили участники межрегионального конкурса короткого рассказа, который прошел в Самарской областной универсальной научной библиотеке. О чем пишет подрастающее поколение, узнала Анастасия Ярыгина. Более тысячи юных писателей поборолись за звание лучшего автора коротких рассказов в этом году. Конкурс «Сестра Таланта» проходит в Самаре уже шестой год. За это время из городского он вырос до межрегионального. В этом году участниками стали школьники и студенты из 72 регионов России и семи стран мира. Каждый, кто принял участие в этом конкурсе, является настоящим творцом новой литературной реальности. Это то, что происходит здесь и сейчас. Это очень важно, это очень значимо. Это очень такая серьезная интеллектуальная работа, творческая работа. Поэтому мы очень рады, как библиотека, что детям это нравится. Детям и юношеству вот это вот нравится. Это замечательно. Финал конкурса прошли более двухсот участников. Жюри признает, написать полноценный рассказ с объемом пять тысяч знаков достаточно сложно. Тем не менее, многие работы высокого уровня, и выбирать среди них лучшие было непросто. Любой выбор все равно немножко субъективен. Потому что, ну вот как видишь, два хороших, практически одинаковых текста, и не знаешь, кого предпочесть. Поэтому я думаю, что там какое-то все-таки немножко коллективное мнение сработало. Не победил в этом конкурсе, не нужно страдать. Может быть, ваш рассказ лучший, а просто как-то вот не совпало. Действительно, для конкурсантов победа далеко не главное. Просто интересно, на что я способна. Проверить себя, посмотреть, кто на что способен, тоже любопытство. Да, хочется побеждать, но это вообще не обязательно. Номинации в конкурсе как возрастные, так и тематические. Авторы лучших работ получили книги современных авторов, классиков и литературные игры. Кроме того, их рассказы опубликуют в ежегодном сборнике областной универсальной научной библиотеки и во всероссийских литературных журналах. Анастасия Ерыгина, Василий Колдашов, События. Зомби атакуют самарцев, в городе бушует биологический вирус. Все это, по счастью, исключительно фантазии молодых актеров и режиссеров, что снимают сейчас триллер. Фильм, хоть и малобюджетный, но полностью укладывается в каноны жанра. Бутафорская кровь, желатин, имитирующий человеческую плоть и пистолеты муляжи. Даниил Лучко продемонстрировал крепкие нервы. На полу кровь, люди в панике. В кафе на девушку нападают зомби. Но все это не по-настоящему. Вместо крови – сахарный сироп с пищевым красителем. Сладенькая вишенка. Вот, да, на сиропчик похоже. Молодой режиссер-любитель Кирилл Хорнов снимает короткометражный фильм про постапокалипсис. Парень вдохновлялся тематическими книгами и компьютерными играми, такими как «Сталкер» и «Метро 2033». Кирилл рассказывает, место для съемок превратилось в место для творчества. Люди очень сильно заинтересовались этой идеей. Они очень загорелись. Каждый хочет себя реализовать здесь по-своему. То есть, в чем он гораст. Большинство из актеров и участников нашей творческой группы занимаются страйкболом. Мы все очень дружно любим посещать различные страйкбольно-ролевые проекты на тематику постапокалипсис. 2020 год. Россия. Из-за атаки биологическим оружием в одном из городов начинается эпидемия. По сюжету молодой офицер ФСБ пытается выжить в самом эпицентре событий. Съемки проходили в разных уголках Самары. Завод имени Масленникова, Сокский карьер и коттеджный поселок Петра Дубрава. Сейчас снимают начальные сцены фильма в кафе. Самое интересное – это стрельба в людей. Это очень как-то страшно, потому что сблизи все происходит. Не хочу обжечь, что-то повредить. Раз, два, три, два. Предыдущая сцена снималась с помощью вот такого шлема. Металлическая пластина для безопасности, шипы-саморезы, чтобы бутылка разбилась. И это еще не все секреты каскадежских трюков и спецэффектов. Вместо пистолета – муляж. В ход идут акриловые краски и театральный грим. Куски кожи на шею и лица актеров крепят с помощью медицинского клея. Это самый простой заменитель протезного латекса, желатиновая основа, плюс вода и клея. И куча, куча, куча терпения. В ближайшие два месяца молодые люди будут заниматься монтажом, цветокоррекцией и звукозаписью. Летом пройдет закрытый показ. Позже фильм «Зона зомби» появится в сети. Данил Ичко, Григорий Клешаков. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 21 миллиона просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Андроид и Айос. Удачи вам. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...